Добрый день, это программа Сумомнений. Сегодня мы находимся в кинотеатре Салют. За судьбой этой развлекательной площадки сейчас следят очень многие горожане, кто бывал здесь на кинопоказах, на фестивалях или просто заходил посмотреть планетарий. Впрочем, между тем, что было в Салюте 20 лет назад и тем, что есть сейчас, большая разница. Зритель ушел из кинотеатра на киноплощадки торговых центров и в Салюте стало заметно меньше посетителей. Мы обратили внимание, заглянули вот в один из кинозалов, там картину смотрит 6 от сил 7 человек. Кроме этого, по данным городской администрации, убытки Салюта за прошлый год составили 10,6 миллионов рублей. За 9 месяцев этого года уже 3 миллиона. Конечно, от площадки, которая находится в центре города, хочется гораздо большей отдачи, заявили представители администрации накануне на заседании Городской думы. Для нас стало очевидно, что вопрос кинопоказа, только кинопоказа как основного вида деятельности для предприятия, это уже точка невозврата. Задача перед антикризисным управляющим была следующая. Говорить об увеличении показов не приходилось, потому что и так всего 9%, как вы видели, посещаемость. Это в среднем на один сеанс. Это не значит, что вот кто-то пришел, было 20 человек. Да, наверное, так было. Но в какие-то моменты и не было никого. То есть в среднем 9-10 человек, это примерно такой же процент от занятости кинотеатра. Но важная задача была оптимизировать расходы, что и было сделано. До середины года, ну, во-первых, приведена в соответствии с той нагрузкой, которую выполнял кинотеатр, штатная численность от 60, там осталось 24 человека. В том числе были сокращены, безусловно, и вакансии. Кто сегодня там трудится, и их судьба нам, безусловно, не безразлична. Это, в том числе, те, кто обслуживают здания, разнорабочие, электрики, главный инженер, конечно, уборщицы. Ну и, собственно, штат, который занимался непосредственно, имел отношение к кинопоказу. Контролеры, администраторы, кассиры. То есть еще 15 человек, а всего 24 человека. Еще раз повторю, их жидко нам не безразличны. И в случае принятия положительного решения, о чем мы скажем, мы, конечно, обеспечим их, то есть будет всем предложено. Мы понимаем о том, что муниципального учреждения, даже если бы захотели сохранить услугу кинопроката, быть не может. То есть нельзя из бюджета финансировать исключительно кинопрокат. Я с этого начала. Это конкретно рыночная сфера деятельности, это конкурентная среда. Но сохранить часть как образовательные фильмы, какие-то программы в рамках учреждения иной направленности, более широкой направленности, наверное, на сегодня это самый подходящий вариант из того, что может быть предложено для дальнейшей судьбы здания. Если бы мы говорили только об одной экономике, предложения были бы, безусловно, другими. А учитывая ту знаковую составляющую, которую Салют действительно в жизни культурной города играл долгие годы, Поэтому мы предложили и коллегам из Управления культуры, и из Департамента образования посмотреть среди учреждений, для кого бы было вполне логично дополнить деятельность именно развитием части кино. Прежде чем выйти на комиссию городской думы коллегам и депутатам с обсуждением вопроса о деятельности муниципального предприятия кинотеатра Салют, я хочу сразу прояснить, что, чтобы не путали, есть бренд кинотеатра Салют, есть муниципальное интернет-предприятие, юридическое лицо Салют. Так вот, никто о ликвидации бренда кинотеатра Салют не ведет, наоборот, предложение и мысли у коллег направлено на то, чтобы бренд сохранялся именно в сфере киноискусства и кинопоказа, с большей ориентируемостью на детскую составляющую. Речь идет о судьбе муниципального интернет-предприятия Салют. Прежде чем выходить с этим вопросом, мы проанализировали деятельность этого предприятия за несколько лет, выясняли, вот не зря моя Анатольевна обозначила, что там был, скажем так, антикризисный управляющий, который смотрел и перспективы дальнейшей работы данного предприятия в сфере кинопоказа. Объективная ситуация, у нас ежегодно количество кинозалов в городе взрастает, на сегодняшний день их 100. С вводом новых торговых центров, тоже вот в ЕРМО, возьмите, там еще добавится несколько десятков кинозалов. В принципе, количество жителей города, посещающих кинотеатры, оно определено, оно распределяется между всеми кинозалами. И не только в нашем муниципальном кинотеатре, у всех кинозалов идет снижение посещений. Поэтому экономика, экономика, она говорит сама за себя. При снижении посещаемости кинотеатра мы не можем вести речь в будущем о его прибыльности. Предприятие будет нам генерировать убытки. Если мы готовы за счет чего-то гасить их, хотя... Да, хотя моя Анатольевна сказала, что на сегодняшний день в вопросах местного значения нет такой функции. И с бюджетом мы туда направлять деньги не можем. Да, мы можем отремонтировать само здание. Но саму деятельность финансировать, покрывать убытки предприятия мы не можем. Более того, работа с убыткой муниципального предприятия может повлечь коммунизацию долгов. В итоге предъявление претензий к данному предприятию путем обращения и взыскания на само имуничество предприятия, то есть на здание. И как итог банкротства? И как итог банкротства предприятия. Чтобы наполнить эту площадку людьми, администрация предлагает передать салют городскому дворцу детского творчества «Одаренность и технологии». Тем более, что у этой организации уже есть направления, которые связаны так или иначе с кино. Мы сейчас с детьми работаем в области медиатворчества, которое представляет собой гораздо более глубокий и насыщенный синтетический жанр. И поскольку город поддерживает это направление на протяжении последних десяти не менее лет, у нас сложились определенные результаты. У нас есть великолепный кадровый потенциал в лице педагогов. Мы сотрудничаем с профессионалами в сфере медиа и очень активно это делаем. Поэтому, прежде всего, нам видится это как точка развития, как новая возможность для того, чтобы медиатворчество детей, педагогов, образовательных организаций города вышло на новый уровень, в том числе предъявление его за пределами нашего города. А салют, который может стать медиа-центром салют, будет для этого прекрасной площадкой. Вы еще интересно рассказывали о планетарии, что тоже это площадка для развития. Это тема, которая позволяет нам реализовывать федеральные государственные стандарты образования, потому что предмет астрономии, он вернулся в школьную программу. И использовать возможности планетария, где как раз показываются великолепные фильмы, учебные фильмы, образовательные фильмы. Мы с теми, кто работает сейчас в планетарии, поговорили о том, как это возможно. И я думаю, что опять же у школьников Екатеринбурга появится прекрасная возможность приобщиться вот к этому высокому научно-популярному кинотворчеству. Речь шла о залах. Вот о залах. Большой зал, главный. Удастся ли наполнить его, если в здании будут дети учебные процессы? Если речь идет о городских знаковых конкурсных событиях, то 480 с лишним мест – это для нас всегда мало. Мы заполняем театр эстрады, мы заполняем залы с площадками 600-800 метров. Дворец молодежи принимает нас с тысячей зрителей. Поэтому, безусловно, большой зал будет востребован, будет занят, потому что есть детям, что показать. А для ребят адаптировать нужно будет пространство? Доступная среда – это отдельная задача, которую надо будет решать, безусловно. Но у города также большой опыт в этом плане. И инженерные решения, и решения о том, как это может быть обеспечено за счет кадровой поддержки. Поэтому я думаю, что мы будем работать и в этом направлении. Впрочем, далеко не все поддерживают идею передачи этой площадки Дворцу детского творчества. Некоторое время назад мои коллеги разговаривали с посетителями этого кинотеатра. И каждый зритель высказывался за то, чтобы и кино, и салют здесь остались. Сам по себе объект, насколько мне известно, это самый старый кинотеатр города. Неужели вы хотите войти в историю, как люди, которые закопали его в небытие? Вот это размазывание тонким слоем, заведение туда дополнительных каких-то функций. А не лучше сделать ли там ремонт, сделать его на самом деле жемчужиной города? Вот вам как? Вот я не могу сказать, что земляки, я здесь у всего 7 лет. Но мне объедение. Я видел, кто ходит этот кинотеатр, я не поленел с того сходить. Цифры некорректные по поводу 9%. Неправда. Неправда. Можно сделать мониторинг. Коллеги, давайте мыслить стратегически. Давайте мыслить на одно поколение, на два, на три вперед. Вот не надо сию секундами жить интересами. У нас громадный бюджет в городе, огромный. Зачастую бесконтрольный. Мы попадаем с вами периодически в федеральную повестку по разным негативным полным. Причем объективно. Объективно попадаем. Становимся, я не знаю, уже притчей выязыцев. У нас даже артисты приезжие, кто читал, знаете, о чем я сейчас говорю. Но это же факт. Это же факт. Мы строим вот эту площадку с июня месяца или с июля. И сейчас закладываем, значит, пытаемся, значит, вот в таких погодных условиях что-то сделать. Но это же не правильное. Перепрофилировать данное заведение, на мой взгляд, нельзя. Нельзя. В него надо вложить какое-то количество денег. Я уверен, что при правильном заводе управления оно станет в том числе и ориентарным. В 80-е годы это был второй после космоса вообще кинотеатр нашего города. И с наполняемостью у него никогда проблем не было. Потом, когда пришла в чью-то светлую голову идея раздробить там, ну сколько у вас, 8 сейчас залов или 10? Вот сейчас в Салюте сколько залов? 10. Ну, я говорю, 8-10 залов, да? Вот после этого вы стали терять свою аудиторию. Попытка сделать коммерческую составляющую за счет цены на билеты еще только усугубила ситуацию. Поэтому вы свою аудиторию целевую потеряли. И если мы говорим сейчас, что давайте сохраним это помещение, Салют, в качестве кинотеатра, то надо, вот по моему мнению, уходить на другой формат залов. Правильно говорят коллеги о том, что у нас для детских коллективов, которых огромное количество в городе, и мы их пытаемся каким-то образом стимулировать, чтобы дети занимались, они шли на улицу, занимались танцами, пением, какими-то видами творчества. Поэтому большой зал в Салюте его надо вернуть в тот вид, в каком он был в 80-е годы. Малый зал, если вы считаете нужным, раздробить его там на 2-3 маленьких зала для каких-то камерных показов. Ну, это можно посмотреть. Другое дело, когда мы это будем делать, за какие деньги. Потому что у вас, у Салюта, у нашего Салюта, главная проблема в том, что нет парковочных площадок. Мы должны рассчитывать только на тех детей и родителей, которые либо живут в зоне шаговой доступности, либо приедут на общественном транспорте. Другого-то нет. С другой стороны, зал-то все равно как бы нужен. Теперь вот я зацеплюсь за фразу, которая меня немножечко в ступор поставила. То есть мы тут в течение лета и осени рассматриваем отчеты муниципальных предприятий, где доход за год от деятельности 30 миллионов, а дотации с бюджета 70-80 миллионов. Я не понимаю, а по Салюту-то почему так нельзя? Если ранее, то есть мы выстраивались в очередь в единственный кинотеатр, покупали эти билетики, фильмы появлялись редко, да, и каждый новый фильм, он звучал. Вот мы пошли там на Гойко Митича куда-то, вот мы пошли там на какую-то Белоснежку, не дай бог появился зарубежный фильм. Вот, все покупали. Садились в любой абсолютно зал, потому что их было мало, было безразлично даже какой зал. Например, кино, то есть я чаще всего смотрел в железнодорожном институте. Там тоже был свой зал, вот, и мы туда приходили с детьми, с родителями. Очередь была там с первого этажа до четвертого стояла. Заходили, смотрели. Сейчас все абсолютно по-другому. Ну, во-первых, кинотеатры потеряли специализацию детские и взрослые. Это абсолютно точно. Те же самые детские фильмы, они демонстрируются в любых кинотеатрах. Те же самые взрослые фильмы демонстрируются в любых кинотеатрах. То есть мы заходим с вами в Гринвич, и вот мы идем на сеанс, где показывают мультики, вот мы идем на сеанс, где показывают какой-то взрослый плюс, обозначенный 12 плюс, 18 плюс, там, как угодно. Поэтому сейчас искать специализацию кинотеатров и делать на этом деньги, делать на этом какой-то бизнес, бессмысленно абсолютно. Абсолютно бессмысленно. Есть кино, которое не является коммерческим. Вот это вот отдельная совершенно вещь. Это, как правило, сейчас короткий метр, либо какое-то эксклюзивное кино хорошего режиссера, которое не принесет кассе, это абсолютно понятно, в силу своей интеллектуальности. Это тоже. То есть это у нас есть. Ассалют, вот в современных условиях, он пытался маневрировать. По-разному и организационно пытался маневрировать, и тематически пытался маневрировать. Они нашли нишу небольшую. То есть вот это эксклюзивное кино, то есть это прежде всего короткий метр, который пользуется сегодня у небольшой части людей очень большой популярностью. Кстати, зря всем рекомендую короткий метр, это шедевры. Это шедевры, это точно, абсолютно. У нас таких два кинотеатра, это Дом кино и, соответственно, Ассалют на этом специализировался. Ну, есть какие-то еще эксклюзивные фильмы. Дальше пытался маневрировать, то есть не помогло. Дальше пытался маневрировать через присоединение Колизея. Создали единое юрлицо, объединили их вместе. Было обещано депутатам то, что будут какие-то вложения. Ничего не получилось, потому что Колизей по формату устарел еще больше, отставал от современных форматов еще больше. То есть это такой был элитарный кинотеатр, куда-то приходил, садился в хорошее кресло, был хороший звук, высокие потолки, то есть все замечательно. Не работает. Не сработало организационное присоединение, не сработало позиционирование. Пошли по пути того, что начали сдавать в аренду для различного рода тусовок и для различного рода учреждения общепита. Помещение, которое принадлежало Салюту. Не помогло, потому что это тоже иное, это тоже особое искусство, не получается. Поэтому эта ситуация возникла, возрождать то, что было в прошлом, возрождать в 80-е годы абсолютно бесполезно. Поэтому логичное решение, передаем образованию, и было бы здорово, если бы там сделали какой-то научно-образовательный центр, какой-то интерактивный центр типа музеев, как за рубежом приходишь, что там вот тебе экспонаты, которые можно трогать руками, ставить самому эксперименты, там еще что-то такое. То есть с сохранением культурной составляющей в том числе, то есть можно смотреть фильмы о полетах в космос, какие-то фильмы, возможно, стерео, квадро, там еще что-то появится, связанное с этим. То есть если это будет вот это направление, мне кажется, оно может выстрелить, потому что площади это позволяют. Если это будут там танцевальные кружки, еще какие-то, да, то здесь я не думаю, что сработает, потому что для таких кружков, где много движения, там необходимо открытое пространство, естественный свет. А вот для того, чтобы вот был такой вот музейно-образовательный центр для детей, куда люди могли бы приходить там заниматься научным творчеством, техническим творчеством, может быть и получится. Но в целом решение абсолютно правильное. Ну и последнее, то есть я скажу, что, то есть мы должны с вами понимать, что кинопрокат это непрофильная деятельность для муниципалитета. Вот просто непрофильная деятельность. Дело в том, что представители, руководители департамента по управлению муниципальным имуществом сказали, что кинотеатр генерировал убытки, а можно ли будет вывести его в плюс, если там будет вот именно образовательная деятельность, доп. образования, ведь дети это всегда затратно. Смотрите, значит, что касается плюсов. То есть если мы, если у нас есть унитарное предприятие, коммерческое, каким был салют, оно должно приносить прибыль. Вот, и здесь, а прибыль оно не приносило, прибыль не генерировало, генерировало убытки. Если это образовательное учреждение, там это музей с элементами школы, с элементами кружков, то это уже социальная функция. Она не должна приносить прибыль. То есть на нее как раз хочется потратиться, чтобы сделать там Екатеринбург привлекательным, чтобы деткам, которые ровно такие же жители нашего города, как и взрослые, им было хорошо, чтобы они получали вот это дополнительное образование там. Это было бы, это было нормально. То есть две функции, не надо путать. То есть предпринимательская, другая функция, другой спрос, другая ответственность, другой контингент, то есть все другое. О том, где же теперь можно будет посмотреть авторское фестивальное кино, которое очень успешно показывали в Салюте, если эту площадку все-таки переформатируют, мы спросили у начальника управления культуры администрации города Ильи Маркова. Мы взаимодействуем с департаментом образования. Несмотря на то, что принято решение, и в данной ситуации оно кажется наиболее эффективным домом детского творчества, мы, безусловно, будем настаивать и убеждать коллег не просто словами, но и действиями для того, чтобы сохранить ту, скажем, эстетскую составляющую деятельности будущего учреждения. Что, как мне представляется, конечно, в Екатеринбурге есть востребованность подобных, инициатив, фестивали, мероприятия, есть аудитория. И люди, конечно, должны смотреть не только массовое кино, но и авторское, фестивальное кино, арт-хаусное кино. И мы, безусловно, думаем, что это найдет своего зрителя, найдет. Но дальше будем смотреть, в каких объемах. То есть, условно, постоянно действующий зал, непостоянно действующий зал. Но время покажет. То есть рынок все равно все расстает на свои места. Ну и в том числе, помимо рынка, есть, конечно, еще и некое понимание, видение. Вообще, в городе очень сильное киношное сообщество. Критиков киношных и всех остальных, которые, конечно, я думаю, что нам в этом вопросе очень сильно помогут. В дальнейшем, это сейчас мы говорим про то, что будет прямо завтра. Прямо завтра, в течение полугода, я думаю, что все эти решения должны случиться, окончательно все утрястись, кто в каком составе, менеджмент и прочее. Что касается дальнейшего, дальнейшей деятельности «Салюта», после того, как подключится Колизей, мы будем, опять же, анализировать ситуацию, надо ли укреплять, углублять эту деятельность. Потому что по теме Колизея, сегодня это здание находится в распоряжении сферы культуры, там есть другая концепция, некого такого полиформатного учреждения культуры, где, как один из форматов, возможно, тоже какая-то часть, учитывая то, что там есть сегодня большой экран, и, в общем, зрительские кресла, достаточно комфортные, то есть, вероятно, сохранится. То есть, но мы вот сейчас как раз размышляем концептуально, что это будет через несколько лет. То есть, Колизей, возможно, будет подключаться, он возьмет на себя функцию демонстрации вот именно этого редкого кино, которое, то есть, фестивального, скажем. Ну, короткий метр, специальное кино, там, я не знаю, авторское кино, местное кино, местно-анимационные студии. Есть много даже нам известных сегодня молодых режиссерских команд, киношных команд, студийных команд, которые просто не имеют возможности даже продемонстрировать свое творчество, показать, им тоже нужен фидбэк. То есть, им нужно понимать вообще, как на это кино реагируют. И такая экспериментальная площадка, конечно, мне кажется, она будет востребована. Потому что сейчас довольно много авторского контента, тем более с современными технологиями. По сути, любой человек, владеющий телефоном, может быть кинопродюсером. И, в принципе, это так, и это безусловный тренд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok